Привет интернет, с вами Илья, это Игра День и новости игровой мобильной индустрии. Я продолжаю искать разные интересные игрушки для вас, и сегодня выпуск получился хоть и небольшим, но с очень интересными тремя проектами. В общем, сегодня будут интересные новости для вас, а вы в свою очередь, ребят, поддержите ролик лайком и пишите комментарии, чтобы увидеть себя в следующем выпуске. А так, не теряем время и поехали! Ну что ж, начнём, и первая игра на сегодня это Симулятор Гонок по бездорожью. Мадра Анармобайл, игра получила DLC Американ Вайлдс, и это дополнение уже можно отснять. Теперь всё это дело открывает игрокам доступ к дорогам Соединённых Штатов, которые так и просятся, чтобы по ним проехаться вездеходом, или на нашем Уазике. Теперь в игре появились два новых задания, которые, как говорят разработчики, были созданы именно под впечатлением от непроходимых гор двух американских штатов. Это горы Монтана и Северная Дакота, и, видимо, этим они были вдохновлены. В общем, тут были добавлены две новые карты с режимами игры, а также для ловких и опытных водителей присутствуют новые карты испытаний. В общем, игрушка обновилась, так что если вы давненько не заглядывали сюда, то самое время зайти. Роджу Хейст! Ещё одна новая игрушка, которая скоро будет также доступна для наших мобилок. Это игра в стиле, наверное, бабка своим визуальным форматом, а также других подобных проектов, так что любителям пострелять в королевских битв и разных таких экшенов на мобилке будет во что поиграть. В общем, такой новый проект, который тоже вам хочу показать. В игре нас ждёт множество интересных режимов, а именно режим ограбления. Это такой уникальный режим, где обе команды соревнуются за одну и ту же цель, и в серии событий уже побеждает одна из них. Также будет интереснейший режим драка, где каждый уже сам за себя. Ну и ещё один весьма привлекательный режим, а именно война банды. Это тоже такой прикольный режим, кстати, без оружия. Тут ваша банда будет выступать против банды соперника. Соревнуются, в общем-то, две банды и выигрывает та, которая набьёт большее количество убийств по истечении 7-минутного такого таймера. Также, если вы наберёте более 50 убийств, то игра заканчивается и вы выигрываете. Игруха вроде как выглядит вполне интересной и динамичной, так что будем поскорее ждать релиз. Так, идём далее. Ну и следующая игра на сегодня, и это новый проект в стиле Rainbow Sixth Age, который сейчас активно обновляется и улучшается. Игра называется Strike Team Online, и это игра, над которой сейчас вовсю идёт активная разработка. Разработчики выкатили много всего интересного, а также поделились с геймплейными роликами. А я, в свою очередь, это вам. Показывая самого свежего и интересного, разработчики показали новый режим, а также карту 2х2. Это новая ночная карта в формате 2х2, которая будет доступна уже в следующем обновлении. Также разработчики показали демонстрацию будущего обновления с механиками и новыми пушками, которые также нам будут доступны. Также из интересного будет введён рейтинговый режим, и вообще видно, что разработчики сейчас пытаются полностью переделать свою игру, сделать её очень похожей на Rainbow Sixth Age, и вполне у них это получается. В общем, увидим, мы скоро новый интересный проект в этом стиле, так что ждём обновления игры, и как только это случится, я тоже дам вам знать. Эта игра, кстати, сейчас уже имеется на Android, правда, там старая версия доступна в Google Play, ну а на iOS она тоже скоро будет, так что ждём релиз. Так, ну что, ребята, на этом наш небольшой новостной видосик на сегодня заканчивается. Как обычно, жду от вас лайки, комментарии, и подписывайтесь на канал, чтобы быть в теме всех мобильных игрушек. Ну а так, заканчиваем, и скоро вновь увидимся. До встречи. Пока.